Всем привет, дорогие зрители и подписчики! Субтитры сделал DimaTorzok Я гуляю по кварталу серых и говорю этим красноглазым все, что о них думаю Единственный минус, что я не могу Короче Улучшить броню, потому что она зачарованная вся А у меня пока Ну, нельзя мне, короче, зачаровывать пока Так, сколько у нас там Времени Так, надо бы одеться Я тут немножечко, кстати, разобралась с этой фишкой Потому что теперь у меня это побыстрее будет все Я рюкзак-то вообще одела Так, у нас тут утро И... опа Опа Ты какая старушка? Встань Встань, тут человека убили Убили человека А, это вампир Ну, а тогда пофиг Нифига у него, кстати, бронечка Сапожки Это мы тоже возьмем Ух ты Цапоги тайных желаний Это крутая очень броня Это очень крутая броня Так, надо заныкать труп Надо заныкать труп, чтобы его никто не увидел Хотя пофиг, конечно Вампир, как бы Но все равно Будь начеку Мясник может прятаться где угодно Ну, короче, пускай так полежит там Опа Да, я, конечно, понимаю Жутко холодно А я с голым пупком Оооо Цензура Что произошло с теми женщинами Я беспокоюсь За что А ну стоять Сюда нельзя А Что здесь произошло Еще одну девушку убили Сусанну Из очага и свечей Я только вчера с ней разговаривала Всего пару дней назад Она мне выпивку приносила Ну, в общем Вот и все наше знакомство Так А еще одна То есть Это уже не первый случай Сусанна уже третья Всегда одно и то же Молодая девушка Убита ночью Тело разорвано на части Я много не прошу Нифига Кто-нибудь расследует эти убийства Идет война У нас забрали почти всех людей Нам просто некогда Мы и так еле справляемся Печально, но это правда А тебе нужна помощь? Если хочешь помочь Поспрашивай этих зевак Может быть, они что-то видели Я хочу осмотреть тело Пока до него не добрались крысы Так Блин, я даже к ней подходить-то не хочу Потому что Говорят, стража рассвета возрождается Это охотники на вампиров Или что-то такое Нифига у нее там раны В старом форте возле Рифтона Может, им не стоит к ним пойти Может быть Итак Всегда грустно, когда кто-то умирает А тебе удалось что-нибудь заметить? Извини Мне кажется, я видел, как кто-то убегал Но я его не рассмотрел хорошенько Понятно Так Так, ну а ты что скажешь? Еще одна жертва Это просто ужас А ты вообще на улице живешь, кстати? О, спасибо Да благословят боги твое доброе сердце Так, хорошо, спасибо А тебе удалось что-нибудь заметить? Я услышала крик И прибежала сюда Но она уже Была в таком виде Всегда грустно, когда кто-то умирает Почему она голая? Интересно Еще одна жертва Это просто Так Ну, ей-то это уже не надо Поэтому Всегда грустно, когда кто-то умирает Блин Эти вампиры стали настоящей напастью Так жаль Тебе удалось что-нибудь заметить? Эээ, нет Извини Но я заметила, что ее кошелек был не тронут Так что это явно не грабеж Извини Мне нужно подготовить тело к погребению Дай-ка угадаю Кто-то украл твой сладкий рулет Иди нафиг Знаешь В чем дело, Орк? Все свидетели опрошены Все как обычно Никто ничего не заметил Мерзавец опять сбежал Позволь мне помочь вам Наверняка можно До чего-то докопаться Слушай, если ты думаешь Что справишься лучше Чем легион стражников Вперед Действуй Но сначала поговори с Йорлифом Пусть он даст тебе полномочия А то нельзя же, чтобы каждый дурак Приставал к людям под видом расследования Если он разрешит Тогда мы и поговорим Слушай, я вообще-то не каждый дурак Ну ладно Окей В общем Мы стали свидетелями Я тебе подала уже на пропитание Жуткого убийства И в общем Теперь у нас цель Расследовать это дело Кстати, мы еще не были Вот в этом дворце Сейчас мы погреемся Тут А, пофиг Погреемся во дворце Королевский дворец Здрасте Алграф не даст нам прямого ответа Он настоящий норд Он образумится Я не был бы столь уверен Мы перехватили курьера из Салитюда Империя сильно давит на Вайтран И что, по-твоему, я должен делать? Если он не с нами Значит, он против нас Ему об этом известно Им всем известно Сколько еще мы будем ждать? Считаешь, я должен отправить Балграфу послание более ясное? Да Надо воткнуть меч ему межребер Мы опозорим его, захватив город Послание и с ней некуда Значит ли это, что мы готовы к открытой войне? Наберись терпения Я настаиваю Они все заслуживают смерти Как и их ныне мертвый король Смерть Торуга и была моим посланием Ярвам Кто бы ни пришел на их место Всем нужна будет поддержка нашей армии Мы готовы Мы готовы, только скажи Посмотрим, как пойдут дела в Вайтране Если мы возьмем город без боя, тем лучше Но если нет Народ на твоей стороне Боюсь, что не весь Многих еще предстоит убедить Тогда пусть они умрут Сражаясь за своих ложных королей Мы слишком долго были солдатами И знаем цену свободе Дадим людям время на раздумья Тут не о чем думать А как же их семьи, Галмар? Их дети сражаются под нашими знаменами Мы их семьи Хорошие слова, Галмар Скажи мне, почему ты поддерживаешь меня? Ты ведь знаешь, Ульфрик За тобой я готов пойти даже в глубины Облевиона Знаю Но скажи мне За что ты сражаешься? За то, чтобы эльфы никогда не правили людьми А ты, Ульфрик Разве это не то, за что сражаешься ты? Я бьюсь за тех, кто умер у меня на руках Вдали от дома За их жен и детей Чьи имена шептали, умирая, мои солдаты Сражаюсь за нас Тех немногих, кто смог вернуться домой И не нашедших там ничего, кроме чужаков Живущих в их домах За мой разоренный народ Вынужденный платить долги империи Слишком слабый, чтобы управлять ими Но смеющий объявлять их преступниками За желание быть свободными Я сражаюсь за то, чтобы жертвы прошлых сражений не были забыты Сражаюсь, потому что должен сражаться Твои слова отзываются в наших сердца, Ульфрик Ты станешь верховным королем Но в день, когда слова станут реальностью Такие, как мы, больше будут не нужны Когда настанет этот день Я с радостью отойду от дел Да, да Навернемся в настоящее Нам предстоит война Ферли Мне нужно, чтобы ты направил послание В наших предстоитах Такого содержания, господин Я отвожу людей Гара и Хадринга к ним на усиление Разумно ли это? Это сработает, если мы отведем людей Харна с юга И если нам улыбнется удача Конечно Хотя в последнее время она не радует нас улыбкой Сейчас я не прошу у тебя совета, дружище Просто отправь сообщение Так Наконец-то они закончили разговаривать Я просто не могла прервать такой диалог Поэтому Пардон Если очень долго, конечно Ну не если, а очень долго То, что вы не слышали моего голоса Но это Это очень интересно послушать Новости о положении в западных владениях Немедленно расскажи все Ульфрику Так Кем ты служишь при Ярли? Что для него делаешь? Давай вот это А, нет, давай сначала про Виндхель Я вырос здесь Тут холоднее, чем в Атморе Но зато борода гуще растет Этот город чего только не видел А сейчас наступает новая глава в его истории Замечательные наступили времена Кем ты служишь при Ярли? Что для него делаешь? Для Ульфрика? Но ничего официального Я знаю его много лет Он ценит мое мнение И я ему за это благодарен Я ведь не стратег И думаю, он считает полезным Время от времени Услышать мнение непрофессионала Понятно А мне тут довелось слышать об убийствах Какие же страшные пришли времена Люди охотятся на своих же братьев Словно на диких зверей У меня и так не хватает людей Если ты хочешь предложить свою помощь Я с радостью ее приму Я прикажу стражникам оказывать тебе любую помощь Да и я сам всегда рад помочь тебе Если потребуется Окей, благодарю Так Ну что, мы с Ульфриком давайте поговорим, наверное Привет, Ярл Ульфрик Только дураки и смельчаки приходят к Ярлу без вызова Я тебя знаю? Думаю, мы уже встречались Вспомни Хелгин А, да Тебе должны были голову срубить Мы с Раллофом бежали вместе Он сказал, что замолвит за меня словечко Меня освободили и отпустили Но я хочу сражаться с Империей Поэтому я и здесь Раллоф жив? Надеюсь, это правда Он очень хороший человек Но пока что он не вернулся Так что решение принимать рано Пока что поговори с Галмаром Мне всегда нужны умелые бойцы Не все могут похвастаться тем Что выбрались из Хелгина В последнее время всех преступники записывают Если твое преступное прошлое останется в прошлом И ты будешь отважно сражаться за нас Мы приветствуем тебя в наших рядах А ничего, что я орк? Да-да Навернемся в настоящее Нам предстоит война Поговори с Галмаром Он оценит тебя и прикинет Где лучше применить твои таланты А в Хелгине говорили, что ты убил короля криком Это не совсем правда Но в общем-то и не совсем ложь Любому Норду под силу познать путь голоса Если учиться у седобородых С должной настойчивостью и прилежанием То, что мне удалось перекричать Торуга Доказало, что ему не достает ни того, ни другого Но убил его мой меч, пронзивший ему сердце Так, какова военная ситуация? Мы должны захватить Хелгин Он станет точкой опоры для давления на империю До столицы останется расплюнут Понятно А почему вы сражаетесь? Мы воюем, потому что нам надоело проливать кровь за империю Которая не желает проливать кровь за нас Неисчислимое количество нордов погибло Защищая империю от Доминиона И ради чего? Скайрим продают Талмору Чтобы император усидел на троне Мы сражаемся, потому что наши же ярлы Когда-то сильные и мудрые Стали трусливы и слепы к страданиям народа Мы сражаемся, потому что Скайриму нужны герои А кроме нас никого не осталось Понятно Почему ты убил Верховного Короля? Я убил Торуга, чтобы все увидели, до чего мы докатились Если Верховный Король не способен сам себя защитить Как он защитит свою страну? Некоторые зовут тебя убийцей А что его вдова? Разве она не претендует на трон? Я бросил ему традиционный вызов И он его принял При множестве свидетелей Это никакое не убийство Да, бой был, мягко скажем, неравным В том-то вся и суть Он был всего лишь марионеткой Империи А не Верховным Королем Скайрима Его отец-то, тот был фигурой Но Тору нет Он был слишком глуп и заносчив Ему больше нравилось развлекать свою королеву, чем править страной А что его вдова? Разве она не претендует на трон? Элисив и вправду стала ярлом Солитьюда, где исторически находилась резиденция Верховного Короля При поддержке Имперцев Однако собрание еще не объявило ее Верховной Королевой И не объявит, пока мой голос еще что-то значил Ты хочешь стать Верховным Королем? Настоящего Верховного Короля в Скайриме не было уже много поколений Слишком долго Император выбирал такого, который будет раскрыв рот Внимать ярлом-молокососом, взращенным на деньгах Империи Пора нам выбрать настоящего короля Нашего собственного Как ты стал ярлом Истмарка? Мой отец, Великий Медведь Истмарка Умер, пока я сидел в темнице после Маркартского инцидента Я, его единственный сын, был вынужден отправлять надгробную речь из тюрьмы тайком Такова любовь Титамида к своим вассалам Выйдя, наконец, на свободу, я вернулся в Винхельм И меня встретил город в трауре, разделивший мой гнев и мое горе Под гневные крики и призывы к справедливости, к войне, они посадили меня на трон На трон из Грамора Трон моего отца Я могу только надеяться, что окажусь достойным этой чести Из Грамора? Нифига Привет Привет Конечно, я же Довакин А вот это уже вопрос Скорим, это дом не только для нордов Я хочу сражаться с империей Пусть я умру, но дайте мне шанс Скорим, это дом не только для нордов Понятно А примешь ли ты смерть за свой дом? А поэтому я здесь, я хочу присоединиться к вам Нет Так что выберите только нордов Нет, отнюдь Я не говорю нет Просто хочу знать твои намерения Нам не нужны наемники Братьям Бури нужны мужчины и женщины Преданные нашему делу И готовые умереть за него Ага-га Ага-га-га-га-га Че делать-то? Я же сейчас нибудь к ним примкну, да? А я не хочу Береги себя А я просто хочу Их помирить Там же есть такая фишка, да? Что можно их за стол Примирение посадить И звука Белоручки, бретонцы и пальцы мне пошевелят Чтобы помочь соседям Неудивительно У них никогда не было особых разногласий с империей У этих молокососов Все равно, что эльфы Считают себя лучше нас Так или иначе Скайриму придется сражаться в одиночку Как всегда Так, ладно Братья Бури одерживают победу за победой Так Сручиться помощи Йорлейфа Изучить место преступления Так я же в ордеон Я не великий стратег Но лорд Ульфрик все равно прислушивается к моим советам Так, ладно Давайте мы изучим сейчас место преступления Вот Мы затянули что-то с этим трепачем Трепачем Так, нам сюда Окей Окей Потому что в свое время я ходил в море А чем можно заняться в городе? Если тебе хочется убить время Можешь заплатить Каликста пару септимов И поглядеть на его новые диковинки Если нужны товары Отправляйся на рынок А если ты ищешь стол и кров Это тебе в очаг и свечу А мы же там были Народ говорит про убийство Да, будем надеяться Кто из горожан заслуживает особого внимания? Мы были там Ну, кстати, нам надо ей кольцо подкинуть Ты капитан корабля Или капитан стража? Да никакой я не капитан То есть больше никакой Меня так просто называют Потому что раньше я был капитаном Долгое время я плавал по рекам и морям Скопил торговле денег И купил собственный корабль А когда я отошел от дела И поселился в Виндхельме Меня уже многие знали как капитан Вот и зовут так до сих пор Понятно Спасибо за приятное общение Это старинное прощание моряков Тебе известно, кто такой Талос? Это он создал Империю Какое отношение Талос имеет к войне? Империя пляшет под дудку эльфов А им никогда не нравилась мысль о том, что человек может стать богом Потому-то они объявили поклонение Талосу вне закона А Нордам Скайрима не нравится, когда нам указывают, что делать Просто взять и забыть Талоса Ну это... Они бы еще приказали нам всем поголовно отрезать себе уши Так, народ в Виндхельме набожный Как часто бывает, те, кто пережил ужасные потрясения, обращаются к богам После смерти дочери расколотые щиты часто здесь бывают Хиливи жестокое море часто заходит Но вот ее муж не появлялся здесь уже много лет Ульфрик обычно просит даровать ему сил Еще я общаюсь с капитаном-одиноким шквалом Но он проводит здесь совсем немного времени Слишком занят Понятно, спасибо Прибудет с тобой благословение Ну-ка подожди, подожди Будь начеку Мясник может прятаться где угодно Так, Ревен дал мне так отсюда Ману твоя... Нет Будь осторожнее Убийца может оказаться кем угодно Конечно, конечно Так, расследовать место преступления Тут трупа-то уже нету Да какие драконы тут? Маньяк ходит, драконы Так Так ну и... И что тут расследовать-то? Ну? Подожди, Лидия, стой Веди Глотнуть бы сейчас доброго меда Я весьма уважаю школу восстановления Скайриму нужны целители как никогда Йорлиф разрешил мне участвовать в расследовании Ну так да ладно Отсюда ведет кровавый след Хелгерт унесла тело в зал мертвых Чтобы подготовить к погребению Она немного сумасшедшая Но никто лучше нее не управляется с мертвыми Хорошо Поговорить с Хелгерт Хелгерт Так Ну мы что? Ну тут кровь И все Что тут еще может быть? Недавно я потеряла сестру двойняшку Тебе не приходилось терять близких? Отец говорит Нам просто нужно жить дальше Просто Как будто это так легко Ну да Нелегко Так Я хотела там кольцо подкинуть Этой Виоле Блин Только где она живет? Сейчас надо найти Ее дом Конечно Я умный да Ваким Так Там план уже столько моря Это Херем Получить доступ в Херем Херем В Херем Так ладненько А это чей дом? Виола Джордана Ну давайте Нам надо же проникнуть И колечко Положить Куда-нибудь Так Ага Значит попробуем Сейчас с левой стороны Здесь Блин Может чуть выше? Нет Значит Чуть ниже Блин Такти Я сейчас Все попереломаю Кстати Ааа Жесть какая Давайте я сейчас Сохраню нас И буду пробовать Что-то у меня А вот Даже не знаю Где примерно Где это место? Да блин Тут надо еще место же нащупать сначала Где примерно это все Ой Слушайте Ну это вообще невыносимо Обойти-то никак Ой Жесть Да уйди ты Лидия Ну как же меня это раздражает Когда вот они подпирают Ой Уйти сказали Осторожней что ли Блин Никак не пройдешь Ай Ай Блин Капец Какой-то Я не знаю Короче Ну нафиг Да встань ты уже Все кнопки Поперепутала Нафиг Так Просто обычно Понятно В какую сторону Крутить Тут даже непонятно В какую сторону Так я нашла Тепло Офигеть У нас персонаж Просто околел А нет Кражу не хочу Из бочки Так ну ладно Вроде немножко погрелись Пойдем туда поговорим Ой как тут темно Как тут темно Так она в какую сторону Сейчас на какую-нибудь Ловушку наступлю Нет Нет Вообще-то Ловушек Тут не должно быть Тут же Как бы Погребальня Да блин Так а где-то Я ее видела Здесь эту бабку Вон она Так здесь Кстати Аркей Давайте мы Помолимся Давай поговорим Ты не заметила Ничего Эдакого Ну так Что с телом Ничего страшного Но ты не нашла Ничего особенного Так Что там с телом Да Ну конечно Единственное Что необычно Это формы ран Они выглядят так Будто бы их нанесли Ну Такими Изогнутыми Клинками Которыми Пользовались Древние норды Когда Бальзамировали Мертвых Я не знаю У кого В Виндхельме Может быть Нечто подобное Кроме Меня Конечно Дай мне знать Если что-нибудь Заметишь Я бы Не надеялась Теперь Мне правда Нужно Вернуться К телу Потребуется Много Работы Чтобы Подготовить Ее К погребению Хорошо Так Как нам Отсюда Выйти Теперь Конечно Там Раны Вообще Жестокие Просто Так Что у нас Получить Доступ В Херем Заручиться Помощи Ее Ролейфа Ну давайте Мы наверное К нему Вернемся Блин Я кстати Неда пошла По ходу Дела Потом Можно Что-нибудь Стырить Прочесть Можно Зель Лечение Сапоги Гы А ну Это Тут Она Спит Вообще Кошмар Как тут Можно Жить Я вообще Не знаю Просто Офигеть Так Мы сейчас Идем К Йорлифу И нам Надо Получить Доступ В Херем Ага Ага Там Серия Конечно Получается Немножко Скучноватая В плане Того Что Очень Много Диалогов Было И Мы В основном Слушали Одного Ульфрика Очень Долгое Время Поэтому Ну Как Бы Опять Они Трепятся Если Он Не С Нами Значит Он Против Нас Так Как Мне Попасть В Херем Старый Дом Фриги Расколот Ищит Он Стоит Заброшенный С тех Самых Пор Как Ее Убили Думаю У ее Матери Тоб Есть Ключ Путешествуй Осторожно Опасность Поджидает Повсюду Так А Вот Заручиться Помощью Йорлейфа А это Как Можно Сделать Ну Хотя Ладно Привет Привет Я убираюсь И готовлю За их жен И детей Чьи имена Шептали Умирая Мои солдаты Сражаюсь За нас Тех Немногих Кто смог Вернуться Домой И не нашедших Там ничего Кроме Чужаков Живущих В их домах Сам Позоренный Народ Вынужденный Платить Долги Империи Слишком Слабы Чтобы Управлять Ими Но Смеющий Объявлять Их Преступниками За желание Быть Свободными Что это ты делаешь Аса Чтобы Жертвы Прошлых Сражений Не были Забыты Твою дивизию Сражаюсь Потому что Должен Сражаться Твои слова Отзываются Да сделайте же Что-нибудь Я ж ничего Не делала Ладно Они тут Очень долго Болтают Короче Я опять Поговорила С Йорлифом Если у тебя Есть новости О положении В западных Владениях Немедленно Расскажи Все Ульфрику Вот у него Да Вот горит Вот это Что надо Заручиться Поддержкой Но Ничего там Нету В диалоге В общем Короче Мы с вами Закончим Здесь серию Так Вот здесь Вот около Этого Очага Так сказать Вот Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Оставляйте Свои комментарии С вами была Рыжик Всем удачи И пока Пока Just once Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует...